Субтитры создавал DimaTorzok да, здравствуйте да чья мама? а, да-да-да вызывала заходите, конечно так ну что, давно вас ждала хотелось бы поговорить о вашей дочери точнее, о ее успеваемости ну, что начало года? начало года а успеваемость уже отстает ну, вы не знаете, наверное, потому что не ходите на родительское собрание ну, те родители, которые ходят на родительское собрание, прекрасно знают о успеваемости своих детей и вы вот не ходите видимо, поэтому узнаете ну, если конкретно если конкретно хотите, то, конечно начнем с того то, что она отстает в дюбе ну, было сочинение как я провел лето и вот вы видели, что она написала я лично я лично это видела я лично это видела я лично это видела у своей дочери как она в учебе что за сочинение пишет ну, вы послушайте сочинение как я провел лето лето я провела хорошо это все? это, по-вашему, смешно? ну, знаете, мне кажется у нее совершенно не учеба совершенно не учеба да, посмотрите, конечно посмотрите я очень рада, что вас это улыбает да но это никуда не катится я, как директор хочу с вами серьезно поговорить вы знаете не только успеваемость вашей дочери хромает да но и внешний вид что именно? ну, что именно? вот эти вот нарученные ресницы да что такое? нарученные ресницы в школу вот эти вот яркие могни нарученные, наверное, тоже еще еще она очень ярко красится очень ярко я понимаю легкий легкий макияж там блеск для губ но у нее помада это помада ну, знаете я знаю, что такое помада а что такое блеск прозрачный это была помада я лично видела Сауч мне показала я специально пришла чтобы, так сказать, присутствовать да и это была помада что динт не знаю, динт не динт но это ярко это ярко для школы вообще-то в школе у нас присутствует трескод да ну, конечно конечно все должны придерживаться трескода включая учителей ну, что за вопросы и меня, конечно что? ну, позвольте позвольте то, что у директора помада на губах извините возраст мне это позволяет ну, позвольте да и ресницы и всего подобного я считаю некорректным речь идет о вашем ребенке все-таки девочка еще несовершеннолетняя ну, я понимаю, что вы, наверное, продвинутый родитель а сейчас таких как бы много ну, как много? встречаются такие но все-таки должны быть какие-то рамки я так понимаю общий язык мы с вами не найдем я так понимаю но если найдем, давайте искать вас заботит будущее вашей дочери я рад это слышать надеюсь, это правда ну, ладно, с внешним видом кстати, вы знаете, что у нас в школе так-то форма видена ну, в смысле с этого года с этого года введена форма мы просили классных руководителей сообщить всем родителям что с этого года будет форма позвольте, позвольте ну, что значит школа будет выдавать? естественно, нет откуда у школы деньги нет форму вы должны приобрести сами ну, что это значит много денег блузочку уж блузочку синюю юбочку синий пиджачок можно, наверное, ребеночку позволить раз-то в год да правда заказывать надо только у поставщика который рекомендует школу потому что они там шьют эмплему да, эмплему школы ну, конечно конечно вы покупаете пиццадёк отдаёте платите небольшую сумму и выживаете эмплему школы ну, простите почему школа должна выдавать вам форму? учебники вы сами покупаете все-таки к школе надо готовиться ну, конечно сами а кто за вас будет в школе готовиться? ну, я понимаю всех свои расходы понятно а кстати о расходах вы не стали еще на ремонт школы ну, что значит вы в том году сдавали? ну, это же новый год новый учебный год нужно сдать на ремонт школы мне классный руководитель передал что ваша девочка отказалась сдавать аргументируя это тем что вы как раз таки сдавали в прошлом году вы знаете это очень важный вопрос очень важный самое главное я бы сказала потому что все сдают все сдают все сдают нет, ну, погодите погодите ну, что значит принудительно это все добровольно 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 вы вообще а как смотрите на будущее своего ребенка? ну, что вы вот в наизначальном этапе не хотите взаимодействовать? ну, а как это называется? на родительские собрания не ходите? форму отвергаете? на ремонт деньги не сдаёте? вы не хотите наверное получить образование? ну, конечно образование это бесплатно вы понимаете везде должна быть система в том-то и дело что все должно быть упорядочено если на начальном этапе вы не хотите сотрудничать я понимаю почему ваш ребенок отстается ну, что значит хорошистка? хорошистка это она в том году была хорошистка а вот сейчас посмотрите это же стивагист нет нет вы послушайте вы послушайте вы послушайте педагоги разве откажет? никогда не откажет у нас золотые педагоги ну, в смысле она просила она хотела просто остаться на дополнительной но в этом году уже нет дополнительных наша школа перешла на репетиторство да ученым советом было принято решение что невыгодно проводить дополнительные занятия позвольте ну так уже многие школы работают особенно частные надо все-таки готовиться к сложной жизни она думает куда будет поступать ну с таким настроем я не думаю что у нее получится стать ЭГЭ все-таки это тяжело ну вы можете не сдавать это ваше личное дело ваше личное дело можете идти сразу в техникум колледж колледж если вы думаете что обучение там будет лучше ну то пожалуйста понимаете да я не хочу ругаться не хочу ругаться я вам просто по факту по факту хочу с вами поговорить все вам объяснить школа это привилегия это привилегия у нас очень хорошее позывание очень хорошее по факту что двоечники двоечники в классе двоечники есть двоечники есть везде они стараются берут репетиторство у педагогов стараются 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 понимаете главные стремления а за вами стремления я не вижу уж извините подождите подождите ну как это как это каждый год вы встаете на ремонт неизвестно куда деньги уходят ну как это так ну как это ой ну что вы такое говорите не надо не надо пожалуйста не надо я вижу вы интеллигентная женщина что вы такое говорите мы обновили компьютерный класс у детей теперь полный компьютерный класс и о к информатике вы понимаете сейчас время прогресса но ведь без компьютерного класса никуда нет ну подождите ну сейчас очень мало квалифицированных учителей вы понимаете да возможно штат у нас небольшой но все педагоги педагоги квалифицированы просто мы пока не нашли педагога информатики но ведь он будет мы не берем понимаете а мы кого с улицы нам нужен квалифицированных квалифицированных педагог ну подождите ну и что что второй год у нас был Виктор Сергеевич нет он по семейным обстоятельствам уволился по собственному желанию ой да что вы такое говорите я не знаю что вам там дочь придумывает но от Виктора Сергеевича никогда не пахло упасти боже алкоголь нет она что-то путает она что-то путает я считаю вам нужно провести испытательную беседу со своим ребенком но если вы считаете что вам подойдет другая школа я конечно не буду вас перебреждать это ваше личное дело но знаете наша школа самая лучшая школа района между прочим это не наша вина что на наш район всего одна школа подождите вы пожалуйста не коверкайте вы поняли что я не веду но я считаю что нам нужно решить эти вопросы которые мы с вами обсуждали в скором времени вот у нас был субботник субботник все шли конечно ну что значит преподавателей не было было целых два преподавателя ну что вы такое говорите ну что вы такое говорите ну какая рабская сила а они там а а ой нет не надо они там всего-то часа два убирались ну это пришкольная территория ну а ну знаете что там тоже пришкольная территория ну что что одни дети работали знаете труд между прочим труд только на пользу идёт труд идёт только на пользу ну вы отказываетесь да сдавать ну смотри куда на ремонт записываю что вы отказались ну что это что что будет я не знаю что будет что будет просто у всех будет компьютер а у вашей дочери не будет в школе своего компьютера ну как своего во время занятий конечно нет знаете со своим ноутбуком там нельзя нет это можно его использовать для игрушек для переписок там соцсетей у нас все компьютеры специально только для утюба только для утюба так значит записываю вас в должники подумайте 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 знаете я вообще думала что у нас беседа пройдет в более положительном русле все-таки высослая женщина должны понимать что образование сейчас стоит денег ну а как иначе ну это в плане того чтобы вашей дочери самой же будет приятнее заниматься и пожалуйста обсудите с ней тему субботников потому что в скором времени все-таки планируется провести генеральную упорку ну в смысле что это значит скоро зима скоро зима нужно несколько кабинетов подготовить к зиме ну а кто подождите ну а кто это будет делать все-таки если если конечно вы у нас останетесь девочки один следую ну что это считай родной дом в школу между прочим школа это второй дом это уважать погиб 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 я надеюсь мы придем к соглашению все-таки будущего вашего ребенка я буду вас ждать погиб да хорошо можно на следующей неделе но это уже на следующей неделе это уже крайний срок потом все отеты будут заставлены подумать подумать подождаться не сих до до Продолжение следует...